здравствуйте сегодня поговорим о фикусах фикусы бывают разновидной формы каучуковые в данном случае у меня фикус бенджамина это вариантная форма фикуса так как листочки на концах беленькие есть просто зелененький тоже такой же фикус похоже бенджамина смотрите обычно магазинах их продают по много веточек и когда немножко осыпаются веточки он такой некрасивый для этого я придумала ну как я придумала давно уже кто-то придумал но я тоже пользуюсь таким способом вот смотрите что у меня получается с этого с такого растения фикус плетется можно косичкой можно несколько стволов и затем он срастается в этих местах и получается очень красиво декоративно листва здесь нарастает конечно очень много листвы нарастает фикус хорошо разрастается а вот эти веточки нужно все время оголять и они утолщаются потом соединяются вот эти соединению местах соединения затем когда она срастется все открутим с ним где ниточкой связано там нужно обрезать и будет очень красивая расти я вам поставлю в заставке вы посмотрите какие большие растения у меня вырастали и как я их плела сегодня покажу вам этот способ плетения и как подготовить фикус к такому декоративному плетению вот например вот этого фикуса я вам буду показывать и рассказывать что я с ним буду делать смотрите это вот можно его пересадить а можно не пересаживать нам главное чтобы были стволики из горшочка если один растет так это мало тогда нужно досадить еще несколько а когда вот такой она пышный кустик тогда начинаем приступаем смотрите вот идет основной стволик и от него вот эти боковушки нужно все срезать для того чтобы он был ровненький а вот эти срезанные верхушечки их можно поставить водичку они прекрасно пускают корешочки сейчас этим и займемся можно посадить две формы фикусов одну в арегатную другую зеленую будет тоже очень красиво смотреться ну в данном случае у меня такой вариант это я купила чтобы вам показать что можно сделать с такого фикуса пока обрезаем эти боковые и меленькие росточки то что подсохла обязательно обрезать но нам не пригодится и растение должно быть чистенько аккуратно обработано эти листочки убираем лишние я пересаживать не буду так как у меня устраивает такой вариант посадки ведь что остается вот этот еще уберем и типа вот этот повыше растения начиная плести можно начинать в самом раннем возрасте но чтоб стволики были одинаковой длины тогда будет легче управлять плетением этого растения в данный случай у меня получился из четырех веточек сейчас посмотрите как я исплету растения из четырех веточек это растение очень много при обрезке пускает сок сок ядовитый то есть аллергики там или чувствительно у кого кожа можно работать в перчатках или промыть под краном руки после того как вы обрезали растение смотрите какое растение у меня получилось четыре стволика прекрасных одной высоты сейчас приступим к плетению эти веточки которые я обрезала их не выбрасываю я их поставила в стаканчик с водой воды немножко они прекрасно пускают корешки затем можно использовать чтобы вырастить такое же растение у вас дома чтобы не ходить покупать в магазине а вот эти укорененные корешочки уже будете сажать на нужном расстоянии чтобы красивое было плетение и так приступим вот у у нас четыре ствола как я вам уже показывала и нам нужно их сплести как мы это делаем берем веревочку такой чтобы легко было завязывать можно проволочку но у меня нет проволочки я возьму веревочки и начинаем плести берем один стволик заводим за другой стволик на том уровне на котором вам интересно интересен этот вариант сейчас покажу на как и завязываем узелочек они со временем срастутся и будет такой как корень вроде будет длинненный красиво будет смотреться вот смотрите как есть стволик стволику и завязала узелочек теперь эти два так же самое сделаем напротив друг друга смотрите я сплела эти два на перекресток и эти два тоже соединила их крестиком вот так пальцы мы складываем на крестик а теперь дальше дальше берем вот эти веточки и соединяем желательно это делать на одном уровне веточки над веточкой чтобы соединялись на одном уровне тоже делаем их крестиком и связываем если из проволочка намного удобнее у меня я не подготовила проволочку а бывают такие завязки от орхидей которые подвязываем я вам сейчас покажу все сейчас завяжу просто неудобно и показывать и завязывать одновременно я на один узелок сильно не вяжу вот так вот получилось у меня видите смотрите эти крестиком связала теперь между собой два связываем крестика теперь эту сторону также связываем между собой вот эти веточки будут мне мешать я их срежу их раньше не срезала так как думала вдруг не дойдет до этого место вот они мне уже мешают не бойтесь фикус очень быстро нарастает это растение быстро растущая так крестиком их ставим и опять перематываем ниточкой а если у вас ну растение одно в горшочке то желательно приобрести еще одно хотя бы с двух посадить тоже будет очень красиво с трех красиво будет косичка хотя можно с одного и он на следующее видео покажу как делается разные способы сегодня не успею так как нужно еще одно растение подготовить сегодня не успею все вот таким способом плести это растение до того уровня ну как вам нравится высота какая ну я считаю что еще нужно чтобы оно подросло затем отрезать вот эти боковые веточки оставляем одну центральную и плетем дальше и вот посмотрите какая красота у меня получается это бонсай можно сажать плоские горшочки смотрите как красиво будет смотреться я приподниму здесь будет на этом растении решеточка такая веточки станут толстые красивые срастутся а вершок будет абсолютно зеленый можно его подрезать форме шара и будет очень обалденно смотреться или вот такой вариант из четырех веточек тоже вверх оставляем они загуляем все веточки чтобы не было ничего вот так плотненько их связывать ниткой хорошо вот я обмотала и они обязательно в этих местах срастутся и будет декоративно смотреться эти растения здесь у меня посажено шесть веточек поэтому получилось другое плетение вот видите снизу как я плела две крестиком рядом две крестиком и следующее это тоненькая одна веточка поэтому я привязала палочку когда надо растет до уровня вот этой палки вот до сюда я привяжу к веточки не к палочке а к веточке и будет тоже очень красиво смотреться кому понравилось мое плетение фикусов оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока будет новые варианты это только начало